Мы понимаем, что на самом деле за последние годы восприятие медийного контента существенно изменилось. То есть если посмотреть на то, каким образом все паблишеры, все сайты презентовали контент раньше, то есть с правой стороны длинные статьи, понимаем, что все то, что сейчас происходит на новых платформах, начиная с Яндекс.Дзена и заканчивая Апистром, на самом деле, это гораздо более интерактивный формат взаимодействия. И, соответственно, мы сталкиваемся с тем, что фактически боремся с баннерной слепотой, восприимчивость к рекламе снижается, и в этом смысле у нас появляется все больше видеорекламы. Если мы посмотрим на все репорты, которые есть на рынке, мы видим, что видеореклама является самым быстро растущим форматом. И я уверен, что следующим форматом, на самом деле, который будет расти еще быстрее, это форматы, в котором происходит интерактивное взаимодействие пользователей с той рекламой, которая размещается брендами. Мы боремся с низкой продолжительностью сеанса, с низкой продолжительностью контакта с брендом, и точно так же, на самом деле, с поиском целевой аудитории, сегментацией и таргетированием аудитории. И то, что в конечном итоге для нас для всех важно, это создание позитивного образа бренда, в том числе, на самом деле, через провокации. Вот если говорить про платформу ApeStore, то она позволяет быстро создавать интерактивный контент, то есть в реальности создание рекламного материала занимает буквально 10-15 минут. Это если наловчиться, если не наловчиться, то за один рабочий день вы гарантированно получите инструмент, вариант интерактива, который покажет очень хорошие результаты, который очень легко запустить, очень легко поправить в процессе рекламной кампании, что немаловажно. А самое главное, что он вовлекает. И в этом смысле здесь можно создавать хорошие истории в формате снапчата, формате инстаграма. То есть я долгое время наблюдал за тем, как люди ездят в маршрутках, автобусах, в другом виде общественного транспорта, и что они делают, они смотрят сториз. Вот это возможность запустить сториз на любом сайте абсолютно в интернете и запустить рекламную кампанию в формате сториз. Есть много инструментов для дистрибуции, есть, соответственно, возможность для заработка для рекламных агентств и для брендов в том смысле, что поскольку мы повышаем качественное восприятие рекламы бренда, то в этом смысле и заработки, очевидным образом, тоже растут. И это возможность, на самом деле, в том числе услышать аудиторию. Какие инструменты у нас есть? Это истории, это опросы. И опросы, в среднем 15% пользователей кликают на опрос, и 97% из них проходят до конца. В каждый из этих форматов можно встроить пиксели для того, чтобы собрать аудиторию для ретаргетинга, что немаловажно для того, чтобы выстраивать такие долгие после этого коммуникационные истории с клиентами. Это и викторины, через личностные тесты можно понять, что пользователей больше всего интересует, и, соответственно, дальше сделать им предложение, которое наиболее релевантно тому, что они ответили. Иногда бывают различные мероприятия, в которых важно вовремя остановиться. То есть я думаю, что все видели рекламные кампании, которые длились через неделю, через две после завершения каких-либо мероприятий, которые были у бренда. Но вот здесь есть прекрасная возможность сделать опрос с таймером. В тот момент, когда время заканчивается, то виджет показывает, собственно говоря, результаты уже опроса. И таким образом мы можем догонять и догонять аудиторию. Можно делать видеотесты, и здесь тоже достаточно высокие показатели, в частности, по шерингу в социальных сетях. Один из наших клиентов делал видеотест про стиль управления автомобилем в момент, когда он находится на мокрой дороге. Это был один из шинных брендов. И это тоже совершенно потрясающе заходит, потому что это позволяет каждому пользователю фактически проверить, знает ли он, в какую сторону руль крутить в тот момент, когда его заносит. И вообще про характеристики, как таковые шин на мокрой дороге. Это один из, наверное, основных показателей про безопасность. Собственно говоря, если мы говорим про истории, то это флагманский формат. У него большие преимущества с точки зрения того, что это активное взаимодействие пользователя с каждым слайдом. В каждый слайд можно встраивать свой интерактив, нравится, не нравится. Можно встраивать видео с YouTube, делать подложки с видео или с гифками. Это высокое вовлечение пользователей в контент и, соответственно, увеличение количественных и качественных метрик восприятия бренда. И это более высокие показатели KPI по сравнению с стандартными форматами рекламы. Как пример, то, каким образом это делает Dunkin' Donuts. То есть это встройка гиф-анимации, это встройка кнопок, там, где люди имеют возможность провзаимодействовать с контентом. Можно встроить видеоролик из YouTube, там, где есть видео и звук. Есть возможность отлайкать, есть возможность шеринга дальше в социальные сети. Соответственно, история – это то, что позволяет читателю в том числе высказаться. То есть вот те все форматы, которые там, викторины, опросы и так далее, да, все это можно встраивать внутрь, собственно говоря, истории. И, в частности, у опроса кликабельность до 20%. У опроса с таймером кликабельность существует до 20%, а рост активности и рост вовлечения в взаимодействии с брендом до 50%. Очень хорошо как раз подходит под использование для каких-либо знаковых событий, знаковых мероприятий. У викторин кликабельность иногда бывает достигает до 90%, в том случае, если это контекстно расположенный виджет. То есть, например, в рамках какого-либо спецпроекта, то это вообще убойный формат абсолютно. Личностные тесты точно так же очень высокие в целом показатели, но если мы говорим даже без привязки к конкретному контенту и контексту, то кликабельность составляет до 40% в среднем. И очень хорошо заходит, в том числе для развлечения аудитории, то есть это тот формат, который был изобретен где-то в районе 60-х годов прошлого года, достаточно массово он пошел по рынку и до сих пор он невероятно популярен. А те инструменты, которые у нас есть для дистрибуции этого контента на паблишерах, это на самом деле можно каждому бренду сделать плейлист из виджетов, то есть несколько разных форматов, посмотреть на то, какой из них зайдет и, соответственно, он окажется, во-первых, самым популярным, но в том числе это способ продлить взаимодействие с контентом бренда, когда один виджет показывается за другим через фид. И на самом деле есть еще и галерея истории, то есть когда мы можем показать просто в одном блоке несколько разных виджетов, в данном случае здесь приведен пример со стороны паблишера, но их редакционный контент. Но точно такая же история абсолютно отлично работает с брендами. Соответственно, то, что Apester в этом смысле дает, это дольшее взаимодействие с брендом, это шеринг в социальных сетях, а на самом деле те же самые форматы можно интегрировать в Instant Articles в Фейсбуке, например. Мы можем влиять на показатели досмотра виджетов за счет того, что каждый слайд на самом деле можно оптимизировать даже уже в процессе запуска рекламной кампании, когда она пошла. И это очень быстрое создание контента для бренда, то есть если мы возьмем любой формат фактически, который требует интерактива, обычно это долгий продакшн, но вот в данном случае здесь это можно сделать просто влет. И в том случае, если этот контент становится интересным и для пользователя, и полезным для бренда, то одна из вещей, которую мы можем сделать сейчас, это собирать данные. То есть мы можем встраивать фактически лидогенерацию такую внутрь виджета, то есть в том случае, если пользователь с ним провзаимодействовал, то можно оставить адрес электронной почты, номер телефона или какие-либо еще такие данные персональные. Там пользователь соглашается с тем, что он эти данные шерит с брендом, ну вот и соответственно появляется возможность после этого с пользователями их догонять, коммуницировать уже в оффлайне. Я пропущу, наверное, несколько слайдов для того, чтобы больше рассказать про кейсы. Один из примеров, это через виджеты Apester запускался конкурс «Человек года» по версии журнала Time. И вы видите, что в 2016-2017 году, когда использовались наши технологии, то резко возрастало количество пользователей и их интерес к продукту, к этому конкурсу, он ежегодный. Соответственно, пользователи проводили больше, чем на 60% больше времени на сайте, в три раза больше делали ретвитов в Штатах, в 19 раз больше ретвитов уже в 2017 году по сравнению с 2015, сильный рост лайков и в 52 раза, да, то есть если взять 2017 год по отношению к 2016. Исходный опрос был пошарен в социальных сетях более 25 тысяч раз, и результаты опроса были еще дальше, после этого расшарены более 7 тысяч раз. 100 самых влиятельных людей, 100 слайдов, несколько миллионов голосов, и в среднем пользователи проводили больше 8 минут времени на сайте. Пример вот с Бундеслигой. Бундеслига является одним из крупнейших наших клиентов, и здесь просто запредельные цифры с точки зрения количества людей, которые участвовали в голосовании, и по результатам этого кейса Бундеслига сделала специальный промо-сайт, в котором рассказала, как пользователи проголосовали. Это был еще дополнительный, на самом деле, такой пиар-эффект, и то, что очень хорошо разошлось в прессе. Тот кейс, который мы делали в России, это кейс с продвижением книги «Ток Игоря Рыбакова», было чуть больше, чем 150 тысяч просмотров страниц, половина из пользователей увидели виджет, и сетя этого виджета составила 16%. Всего за две недели, то есть мы посмотрели просто на то, как этот инструмент работает в России, и сейчас готовы, соответственно, это масштабировать с точки зрения любых активностей рекламных в России. Соответственно, у бренда любого есть большие студии, которые производят много интересного контента, и это один из классных способов, на самом деле, его распространять. Что важно, можно анализировать и встраивать, собственно говоря, инструменты для отслеживания этой аудитории в сегментации аудитории, прямо сам виджет, и после этого можно, понимая уже чуть лучше даже потребности аудитории, их интерес и готовность использовать тот или иной продукт, можно после этого находить новые способы, устраивать им провокации, устраивать с ними другие коммуникации, устраивать видеорекламные кампании и так далее. Соответственно, это инновационные инструменты для работы с контентом, это очень высокая совместимость с мобильными версиями, то есть этот формат работает и на десктопе, и на мобайле, но на мобайле он показывает просто великолепные результаты. Это быстрый, удобный интерфейс для создания креативов, большое количество интерактивных элементов, которые мы можем загружать под бренд, в частности, делая персонализированные шрифты и так далее. Ну и, соответственно, возможность получать обратную связь. Здесь в этом смысле полная прозрачность и безопасность для бренда с точки зрения всех инструментов, которые существуют на рынке. Ну и я призываю вас в этом смысле создавать истории, делать их анализ и за счет этого создавать все более новые истории, вовлекать пользователей в контент и вовлекать пользователей в бренд. Спасибо вам большое.